Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас Культурная среда, 15 июля И концерты классической музыки Наконец-то жизнь оживает И можно послушать не только в интернете Но и уже в живую концерты В основном, конечно, это органная музыка Церкви одни из первых Открыли свои двери для страждущих Для тех, кто хочет слушать классическую музыку Для тех, кто стремится И для тех, кому мало того, что дает интернет И в гостях у нас сегодня сопрано Приглашенная солистка Литовского оперного театра Также исполнявшая партии в Латвийском оперном театре Анастасия Ребедянцева Здравствуйте, Анастасия Здравствуйте, добрый день Анастасия у нас уже неоднократно была Кто-то знает, что она родилась в Москве Окончила музыкальную школу там И затем переехала уже в Ригу Окончила Латвийскую академию музыки Правильно? Да, еще было Мерзляковское училище А, еще Мерзляковское училище Ну, на самом деле, Мерзляковское училище Это только для посвященных Называется Академическое музыкальное училище Сейчас колледж При Московской консерватории Петра Ильича Чайковского Называется Мерзляковское училище Потому что находится в Мерзляковском переулке И мы, музыканты, часто говорили Куда ты пошел? Я пошел в Мерзляк В Мерзляк, да В Мерзляк, да И я сама была приезжей из Оренбурга И для меня долгое время было непонятно что за мерзляк, что это такое, почему там все мерзнут. На самом деле, конечно, там все обучаются у профессоров, которые преподают в Московской консерватории. То есть такая ступень, после которой прямиком идут в основном в консерваторию. Но вот Анастасия выбрала другой путь и поехала в Ригу. А почему, кстати? Я грезила консерваторией, как и все мои сокурсницы. У меня была мечта там учиться. И я уже, в принципе, готовилась к этому. Но вот судьба меня свела с покойной Аней Тегаранчей совершенно случайно в 2010 году. И вот она меня пригласила заниматься. И я уехала сюда, не раздумывая. Потому что я уже на тот момент, конечно, знала, кто это. И тем не менее, кстати, несмотря на то, что Анастасия уехала, ее родители проживают также в Москве. Она часто выступает в Москве. И с консерваторией ее отношения не закончились тем, что она туда не стала поступать. Она выступала в Большом зале консерватории с симфоническим оркестром Института Ипполитова Иванова. И, кстати, пела романс «Когда волнуется желтеющая нива» Римского-Корского, который мы исполним в версии уже с органом 18 июля. Кстати, Настя, почему пригласили именно вас на этот концерт? То есть когда это было в Большом зале консерватории? Потому что это, на самом деле, большая честь выступать там. Да, это очень ответственный зал. Очень. Такой зал, который напитан такой колоссальной энергетикой великих музыкантов, певцов, исполнителей. И это, да, это очень был ответственный для меня концерт. Пригласила меня туда ректора Ипполитова Иванова, Валерия Васильевича Варона, с которым меня связывают многолетние дружеские отношения. Я была долгое время солисткой Московского молодежного камерного оркестра. И с ними выступала в Италии на фестивале «Очень черный» не один год. И вот они меня пригласили. Сначала в Рахмановском зале мы пели, и потом вот в консерватории. Я удостоилась такой чести. Это до сих пор вспоминаю. Да, действительно, это очень яркое событие. Кстати, в Московской консерватории, в Большом зале консерватории установлен великолепный орган французского органного мастера Аристит Каваеколь, который изобрел новый тип органов. Это симфонический орган. В основном они были представлены во Франции. И в Москве орган оказался таким образом, что именно этот орган был представлен на всемирной выставке в Париже. И ректор консерватории, увидев его, захотел его приобрести именно в консерваторию. И это на самом деле фотографии из Большого зала консерватории, такая определенная визитная карточка и самого органа. И, кстати, до последнего времени, до реставрации, это был единственный орган, который сохранил в первоначальном виде то, что задумал французский органный строитель, органный мастер Аристит Каваеколь. Кстати, почему я так говорю про французских композиторов? Дело в том, что 17 июля в Домском соборе открывается фестиваль «Ригас Домс-2020». Это фестиваль органной музыки. Открывать его будет именно французская музыка. И два юбиляра – Луи Вьерн и Шарль Турнемир. Луи Вьерн – это композитор, для которого, можно сказать, создавал свои органы Аристит Каваеколь, и который уже сам Луи Вьерн писал свои сочинения именно для этого органа. Он написал «10 органных симфоний». Это произведение продолжительностью по 45 минут каждого. То есть это полноценная симфония. Сложнейшие произведения, но, тем не менее, очень яркие, интересные. И эту программу будет исполнять симфонии Луи Вьерна «Илза Рейна». И также прозвучит ещё вокальная лирика Луи Вьерна и Шарля Турнемира в исполнении сопрано «Илза Гревела» с Карайны. И этот концерт как раз открытие фестиваля «Ригас Домс» органной музыки. И именно на этот концерт мы разыграем билеты в Домском соборе 17 июля. Первый позвонивший к нам в студию по телефону 672-12-939 получит два билета на концерт 17 июля в Домском соборе. И, кстати, в Домском соборе каждый день, кроме воскресенья, проводятся концерты пикколо. Это, на мой взгляд, замечательные концерты, ознакомительные. То есть можно прийти и в течение всего 20 минут послушать концерт органной музыки и такой сильной волей музыкального директора Домского собора Айгера Рейниса, который настоял на то, чтобы именно в концерты пикколо проходили, звучала самая популярная музыка, то вы никогда не ошибетесь, придя на этот концерт. У нас есть звонок. Давайте послушаем, кто у нас победитель. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Вы хотите пойти на концерт органной музыки? Хотелось бы, да. Прекрасно. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Позвоните, пожалуйста, после эфира, по телефону. У вас есть возможность записать? Есть. 2-2-0. Да. 9-2-9. Да. 0-0. И после эфира я вам расскажу, как забрать ваши билеты. Поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. Первые билеты в Домский собор улетели. И мы продолжаем рассказывать о культурной афише города Риги. Не знаю, вот у нас в гостях сопрано, приглашенная солистка Литовского оперного театра. Но вот назвать ли вас, Анастасия, рижанкой или москвичкой? Как вы себя ощущаете? Сколько лет вы живете в Риге? Ой, в Риге я живу полноценно с 2012 года, уже получается 8 лет. Вот. Ну, сложно. Вот такой вопрос очень сложный. Не знаю. Где ваш дом? Ну, здесь, наверное, все-таки. Уже здесь. Где замирает сердце, когда прилетаете на самолете или приезжаете на поезде? Здесь. Но в России все равно это такие чувства очень родные, потому что там родители, там друзья, там тоже очень много всего. Говорят, что когда уезжаешь на Чужбину, то открываются новые двери на своей родине. То есть многим музыкантам, на самом деле, кажется, что музыкальный мир, он очень маленький, но на самом деле ежегодно выпускаются сотни музыкантов по разным специальностям, и найти свое место в жизни именно в музыкальной достаточно сложно. И бывает такое, что когда ты уезжаешь в другую страну, для тебя каким-то чудесным образом открываются двери уже именно на твоей родине. У вас бывало такое? Ну вот, да, у меня в прошлом году я имела честь выступать на 10-м фестивале гибелином в Кусково с очень теплой публикой, полным залом, прекрасный органистка Олесия Кравченко. Мы исполнили с ней арии русских композиторов. И, ну вот, опять-таки, концерт с Ипполитовой Ивановой также. В Большом зале консерватории, да, действительно очень важно. И, кстати, Анастасия у нас в гостях по поводу. Дело в том, что 18 июля у нас с ней состоится совместный концерт. У нас уже сложившийся дуэт, мы неоднократно выступали до этого в церкви Стоу Павла, и сейчас наш концерт будет 18 июля в Англиканской церкви, и мы представим программу «Русские романсы». Насколько вам близко, то есть вы оперная певица, сейчас до этого представляли вас голос, больше был близок к тембру Мэтт Сопрано, сейчас вы осваиваете сопрановый репертуар. Насколько вам близки романсы? Насколько это ваша музыка? Ведь опера и камерная музыка – это абсолютно разные ипостаси. Да, это разная абсолютно история, это две абсолютно противоположные специализации, и даже если ты прекрасный оперный певец, это совсем не факт, что ты будешь великолепен в романсах и в камерной музыке, потому что это определенная стилистика, которую нельзя нарушать. Это порой очень маленькие такие миниатюры музыкальные, в которых пролетает вся жизнь героя, все его переживания, их надо успеть показать и пережить, и не нагрузить звуком, большим голосом не нагрузить эти произведения, потому что тогда, опять-таки, повторюсь, тогда исчезнет стиль, исчезнет вкус этой музыки, и получится немножко не то. Да, романсы создавались для салонного музицирования, для дворянского изначально, и благородные девицы собирались, играли на фортепиано, пели романсы, при этом не только, конечно, девицы, также и мужчины выступали, то есть, в принципе, это было в порядке вещей, так же, как сейчас, не знаю, когда собираются в компаниях, помимо того, что общаются, играют ли в каких-то играх, но тогда именно после такого, да, то есть, тогда именно пели, были балы, но пение было, сопровождалось не только на званых вечерах, но также это было обычной традицией в любом доме, то есть, девушки музицировали, играли на различных инструментах, и романсы чаще всего аккомпанировали или на фортепиано, или на гитаре. Да, да, это привычно для всех. Это привычно для всех, и уже в 20 веке, когда стали симфонические оркестры как бы исполнять не только то, что написано для оркестров, но и самые разнообразные программы, именно, наверное, от оперных певцов пошло то, чтобы начать исполнять романсы уже с сопровождением симфонического оркестра, наподобие оперных. То есть, для этого, наверное, как раз и хорошо, когда есть большой оперный голос, и романс с симфоническим оркестром звучит более ярко, более сильно, и можно как раз и показать свой именно оперный голос. Но традиционно романсы, конечно, это камерная музыка с небольшими голосами. С небольшим количеством инструментов в том числе. Да, то есть, это фортепиано или гитара. А вот мы как раз с Настей пошли немножко дальше и сделаем программу с органом. Мы уже исполняли подобную программу в церкви Святого Павла. Два года назад. Да, и это было очень интересно. Правда, орган там, на мой взгляд, такой симфонический, в нём столько тембров, столько красок. Орган в англиканской церкви немного скромнее, но, тем не менее, тоже находятся краски, которые, можно сказать, рассвечивают романсы, и многое начинает звучать совершенно иначе. И вот, кстати, тот романс, который Анастасия исполняла в Большом зале консерватории с симфоническим оркестром, вот, на мой взгляд, прекрасно ложится именно и для органа, и для симфонического оркестра, потому что в нём столько подголосков, которые хочется выделить, хочется отдать какому-то другому инструменту. И вот этот романс Римского-Корского, он стоит таким особняком. Вообще, в принципе, вот в нашей программе из романцев Николай Андреевич Римский-Корского будет представлен только одним романцем, этот Нива, но также ещё будет две арии, да? То есть это... Это прекрасная, судьбоносная для меня третья песня «Леля», с которой очень много тоже в моей жизни связано. А почему судьбоносная? Ну, я с ней поступала, пела её на поступление в Мерзляковском академический колледж при консерватории, да, и очень был забавный случай на сцене, я выхожу, у меня, конечно же, волнение колоссальное, и вот очень не люблю, когда просят объявлять самому, это, ой, так, конечно, немножко ученически всегда. И я представилась гордо, что я Анастасия Лебедянцева исполню... Нет, было не так, я сказала Анастасия Лебедянцева, Чайковский, опера «Снегурочка», третья песня «Леля». Такое молчание в зале, и декан вокального факультета Пётр Ильич Косниченко голосом таким «Кто, кто, простите?» Я тут же поняла, что я немножко не туда. Конечно же, Римский Корсаков, опера «Снегурочка», третья песня «Леля», мы с Еленой на прошлом концерте исполняли первую песню «Леля», такое капельное, больше произведение. Вот, и также моя одна из любимых арий, ещё для мецового репертуара, ария Любаши из оперы «Царская невеста». А приходилось вам петь партии целиком? Конечно. То есть участвовали в постановках? Да, участвовала. А где? В каком-то? В литовском. В литовском и в Латвии тоже, в латвийской опере, это был «Керубина». Нет, нет, я имею в виду именно «Римского Корсакова». А, «Римского» нет, к сожалению, пока что из русской музыки у меня только была постановка, если можно назвать это постановкой в опер-классе на экзамене, я пела Ольгу из «Вгения Онегина». Вот, я очень хочу, к сожалению, почему-то незаслуженно как-то отодвигаются оперы русских композиторов, но не имею в виду, конечно, Онегина, потому что это везде в топе, вот, а вот почему-то не ставят ни Хованщину, ни как-то мало, мало уделяют этим операм. Борис Годунов также, очень красивые произведения, они настолько, может быть, просто мало кто может это исполнять хорошо, возможно, с этим связано. Ну, наверное, исполняется действительно много певцов, всё-таки, как мы уже сказали в начале передачи, что сотни музыкантов опускаются ежегодно из учебных заведений. Действительно, это репертуарная политика, она достаточно сложная, и у «Римского Корсакова» потрясающие оперы и «Снегурочка», и «Царская невеста», и «Золотой петушок». Он был в Большом театре, я помню, была скандальна. У него действительно, ну, действительно, наверное, когда выбирают, что поставить, всегда возникает какие-то… Такое количество произведений написано. Да, жизни не хватит, чтобы поставить. То есть, брать «Римского Корсакова» или брать «Верди», или брать «Чайковского». И, конечно, это всегда очень сложно выбрать, и хорошо, что есть, можно делать такие камерные программы, где самые яркие сочинения, в данном случае Ария, Любаши, это действительно шедевр всей русской классики, это настолько мелодичное, настолько прекрасное произведение, что, на самом деле, мне кажется, входит в такую сокровищницу русской музыки. И это произведение Анастасия исполнит 18 июля в Англиканской церкви, концерт у нас будет в 19.00. Концерт по билетам, неблаготворительный. Что происходит ещё в Англиканской церкви? Кстати, каждую среду в 13.00 в Англиканской церкви концерты благотворительные. Выступают и профессиональные органисты, и студенты, и недавние выпускники Академии музыки. И в следующую среду будет выступать Лариса Царькова. Сегодня, после программы, можно сразу же также отправиться в Англиканскую церковь и уже и вместо ланча продолжить вкушать классическую музыку. Каждый день, помимо, также вот, как я уже говорила, в Домском соборе, кроме воскресенья, выступают все наши латвийские органисты. А завтра, 16 июля, в Домском соборе фестиваль старинной музыки. Барочная и музыка барокко и ренессанса. Айгарс Рейнис, главный органист Домского собора, выступает вместе с хором латвийского радио, дирижер Каспар Путнинш. И в программе, конечно же, Аганн-Себастьян Бах, а также редко исполняем произведения Жаскена Дюпре, простите, не Дюпре, а Депре, потому что есть еще французский современный композитор Дюпре, а это Жаскен Депре. Томас Луис де Виктория. Произведение очень интересное, и орган Домского собора обладает таким количеством тембров, красок, что на нем можно исполнять как произведение, начиная с Ренессанса, барокко, до произведения уже 20 века. Вернемся к нашей культурной среде после небольшой культурной паузы. Не отключайтесь от нас. Продолжаем нашу культурную среду. У нас в гостях приглашенная солистка Литовского оперного театра сопрано Анастасия Лепетянцева. Концерт ее состоится 18 июля в Англиканской церкви, а также 17 июля в Межа Парке в Зеленом театре Латвийская национальная опера проводит концерты своих оперных певцов. Будет выступать Илона Багеле с программой, очень необычной, это пьет-соло, джазовая музыка. Аккомпанировать ей будет Илзе Озолиня, фортепиано, Светлана Окуня, скрипка, Инга Озолов, виолончель, Ивар Скаллендж, ударный инструмент, еще будет Инта Аболиня, аккордеон, Оскар Петрауски, саксофон, Марвис Аузенч, контрабас. На мой взгляд, очень интересный концерт. Билет от 25 евро, это Зеленый театр в Межа Парке. 18 июля, как я уже сказала, наша гостья Анастасия Лебедянцева дает концерт «Русские романцы». Мы уже поговорили о ее отношении к русским романцам. И вот что будет в программе? В программе будут романсы классические. Почему классические? Потому что написаны профессиональными композиторами, такими как Рахманинов, Римский Корсаков, Глинка. Среди нашей программы, наверное, только композитор Шереметьев не был профессиональным композитором. Надо слушать или подготовить, кто такой композитор Шереметьев. На самом деле, Настя перечислила, Чайковский, Рахманинов, Глинка. Глинка – это вообще, еще там будет у нас Гурилев. Гурилев. Это Глинка и Гурилев – это родоначальники русского романца, которые уже на высший пилотаж вынесли Римский Корсаков, Петр Ильичайковский и, наверное, уже просто это вершина Сергея Васильевича Рахманинов. И эти произведения как раз, это самые сложные произведения именно у Рахманинова. Они могут быть на двух-трех страничках, но содержать в себе такой объем. То есть, в принципе, Сергей Васильевич рассказывал о том, как он безумно любит поэзию, и что поэзия и музыка – это две сестры, держащиеся за руки. И как он, с каким трепетом выбирал стихи для своих романцев. Просто подумайте, сирень, вокалист. Но вокалист, правда, это не на стихи, а вот из нашего «Любила я», «Утро». То есть, это такие миниатюры, в которых вот ты за две минуты должен полностью выложить всю драматургию. И у Рахманинова, конечно, это, наверное, высшее творение в романцах. Но после Рахманинова и вместе с Рахманиновым романцы начали упрощаться. Упрощаться, да. Настолько упрощаться, что они сейчас, многие композиторы, которых сейчас расскажет Настя, они нами, даже мною, как музыковед, мы их не изучаем ни в училище, ни в консерватории. И эти имена неизвестны. Но их романсы стали народными. Вот, например, «Хризантема». Да. Или вот, например, скажем, «Зубов Николай Владимирович», автор огромного количества романсов. И, кстати, он сам писал большое количество стихов к своим собственным произведениям. И вот романс, который его прославил, «Не уходи, побудь со мной», который также будет в нашей программе, он посвятил Вяльцевой исполнительнице, которой, кстати, ей он посвятил целый сборник. Вот, он был, как я понимаю, в него влюблён, но её сердце было отдано другому человеку. И он всё равно продолжал писать для неё. И последний романс, который он ей посвятил, носит название «Я хотела бы тебя забыть». То есть такой вот очень какой-то такой судьбоносный, жизненный момент. Абаза, вот кто знает от слушателей такую фамилию? Да, Аркадий Максимович Абаза, и на самом деле композитор профессионала, обучавшийся, родившийся в Ялте. А, нет, Абаза родился под Курском. Эмигрировал во Францию потом в конце жизни. Да, затем открывал школу, открывал музыкальную школу и в Курске, и, господи, как же этот город называется, забыл совершенно. И он как раз писал очень много фортепианной музыки и романсы. И самый известный романс – это какой? «Утро туманное» на слова Тургенева, который прекрасно исполняет Образцова, великолепно. Также «Я встретил вас» на стихе Тючева. Очень часто можем, как ещё бывает, вот, например, «Я вас любил», да, стихи Пушкина. Очень многие композиторы писали на эти стихи. И Глинка, и Дергамышский. Да, и можно спутать, многие путают. Да, но самый известный стал роман с Борисом Сергеевичем Шереметьевым. «Я вас любил», да. И его прославила также ещё Нина Бригвадзе, она часто его исполняет. И именно с ней как раз связан расцвет романса. Дело в том, что роман, из-за того, что он существовал в дворянской среде, после революции стал гонимым жанром. Да. Эти произведения звучали подпольно. И лишь начиная с 70-х, 80-х годов, уже 20-го века, романцы начали вновь исполняться. И, конечно, эти произведения, которые были гонимы властью, то есть, хотя, что такого, ну, исполнялись они в дворянской среде. Кстати, Борис Сергеевич Шереметьев, он относился не к ветве Шереметьевых, но не дворянского происхождения. Тем не менее, они все дружили, и у него сохранилась и переписка со своими более знатными родственниками. И в свободное время он как раз писал романсы, и самый знаменитый романс «Я вас любил», это удивительно, он стал более известным, чем «Глинка» этот романс у Доргомышского. И, тем не менее, мы редко кто знаем, что написал этот романс Шереметьев. И очень многие романсы, например, которые я уже сказала, «Хоризонтемы» или «Отцвели уж в саду хоризонтемы». Да, «Отцвели хоризонтемы», по-моему, называются. У него три разных названия, и «Хоризонтемы», и «Отцвели уж давно», и прочее. Это романс Николая Ивановича Харита, композитора, который родился в Ялте. Мама у него была гречанкой, а папа русским дворянином. Он не мог жениться на матери Харита, потому что у него была жена в Санкт-Петербурге. Они так жили гражданским браком, у них родилось четверо детей, один из которых очень талантливый Николай Иванович. Обучался он музыке сначала в Карьковском музыкальном училище, затем в Санкт-Петербургской консерватории, написал много романцев и фортепианной музыки. Но у него очень трагичная судьба. Да, его в порыве ревности застрелили. На свадьбе, да. Очень интересно, что Николай Иванович Харита поддерживал либеральные взгляды во время обучения сначала в училище, и его хотели даже исключить. Но за него вмешался один из профессоров, и затем его сослали в ссылку именно за либеральные взгляды и за поддержку революции. Но самое, что интересное, в конце жизни, незадолго до этого, он оказался в рядах белогвардейцев, которые сражались уже против Красной Армии. То есть вот так в юности, будучи оскровенным либералом, затем он стал поддерживать уже монархию. Но, тем не менее, самый известный романс «Цвели уж давно хризантемы в саду», романс, который поют и на эстраде, который поют и классические певцы. Это романс начала XX века, но многим кажется, что это музыка современная. И вот вся вторая часть нашей программы с Анастасией Лебедянцевой, наверное, даже третья часть, третий блок нашей программы, это будут романсы вот таких композиторов, которые ни у кого не на слуху. Не только у широкой аудитории, но и у музыкантов. Ну, кто знает, Абаза, Шереметьев, Харита, Зубов. И даже у нас есть ещё один романс, который автор совершенно неизвестен. Да, там автор неизвестен, обработка мытника. А, это романс «Тёмно-вишневый шаль». Да, «Тёмно-вишневый шаль» тоже очень знаменитый. Но при этом это все романсы, которые, так же, как в лесу родилась ёлочка, считаются народными. Вот, кстати, вы говорили о том, что после революционной года романсы подверглись гонению. Вот ещё такой очень интересный момент. Таким своеобразным мостиком, если можно так сказать, соединившим, скажем, романсы в России с этими же романсами на Западе, были такие певцы, как Изабелла Юрьева, например, Александр Вертинский, Тамара Церетели. Эти люди эмигрировали. После революции вы увезли, вы везли с собой эти замечательные произведения, стали исполнять их на Западе. И вот, например, Александр Вертинский так замечательно исполнял роман «С дорогой длинную», что в Англии даже написали стихи на английском к этой музыке. И многие англичане и западные жители Европы до сих пор считают, что это романс английский и что он там был написан, хотя на самом деле это не так. И вот благодаря этим замечательным исполнителям, знаменитым, романсы на Западе стали не менее известны и не менее любимы. Вот вспоминаю концерт Анны Нетребко и Даниила Бринбойма. Несколько лет назад они пели как раз-таки камерную программу «Римский Корсаков» и «Чайковский». Это было потрясающе. Это был тот случай, когда оперная знаменитая певица, дива, звезда вот очень хорошо, можно так сказать, вписалась в эту стилистику и достойно и красиво исполнила эти произведения. Ну, кстати, романцев, даже просто классиков, «Глинка», «Доргомышский», «Римский Корсаков», «Римский Корсаковский», «Алябьев» с его знаменитым «Соловьем» и «Рахманинов». Их сотни. Да. Как вы выбираете для своего репертуара? Почему вот, например, именно песни «Цыганки», которые мы будем выполнять? Ну, я уже много раз говорила, что один из критериев выбора это музыка, гармония, и я очень-очень падка на такие трагические мелодии, на трагические сюжеты, вот как, например, «Ахманинов» полюбил он печаль свою. Можно даже сказать, что это, в принципе, по жанровости. Конечно, это классический романс, но жестокий. Это же, по сути дела, жестокий романс, потому что там очень тяжёлая судьба одного человека раскрывается, и такое молниеносное за буквально полторы-две минуты проскакивает молниеносно вся её жизнь и боль. Это вот, да, особенность жанровая. Вот. Почему «Утро туманное»? Не знаю, вот мне нравится когда. Я всегда от музыки иду. «Утро туманное» – это вторая, это третья часть нашей программы, это как раз уже популярная музыка, если можно так сказать. А всё-таки это классика. Римский Корсков, Чайковский, Рахмайнов – это, ну, наверное, у них на троих больше двухсот романцев. Да, у Рахмайна только 73, вроде бы, насколько я помню. У Римского больше сотни, да, у Римского Корского тоже. Почему именно эти? Почему вот Глинка, какой мы роман спорим? «В крови горит огонь желания», потрясающая миниатюра музыкальная, такой… На минутку, да, там проносится. Ну, многие романсы исполнялись мной во время учёбы, с ними было очень много работы проделанной, конечно, я ни в коем случае не забываю эти вещи, да. Я ещё раз, да, скажу, что я отталкиваю всегда от музыки, не от текста. Я всегда смотрю и слушаю музыкальный материал, прежде чем я выбираю. И вот если мне музыка западает в душу, то, конечно, я буду брать это произведение. Какой самый любимый ваш роман? Ну, самый вообще, если говорить о камерной музыке, конечно, любой роман с Рахманинова, любой брать. Я очень много их пела. Мы, к сожалению, не сможем в рамках концерта спеть всё и сыграть всё. У нас всего три романса. У нас три, да, хотя их на самом деле очень много. И вот поскольку сейчас так судьба моя певческая складывается, что я перехожу в другой, в другую репертуарную группу, я буду, конечно, сейчас вплотную заниматься более высокими произведениями для сопрано, уже для драматического сопрано. Я буду учить новую программу, поэтому будут новые, новые, новые произведения. Вот я мечтаю спеть, конечно, «Сирень» Рахманинова. Я вот была недавно на концерте подруги своей Юлии Васильевой, которая также с вами выступала, да, сопрано. Она вот тоже потрясающую программу исполнила в Юрмале. И вот мне хотелось бы эти романсы также. Ну, кстати, хорошо, что вы вспомнили про Юлию Васильеву. Дело в том, что у неё опять-таки русские романсы будут 19 июля. В Юрмале, как это называется, музей? Это называется «Галерея светящихся картин». Да, и там очень немного слушателей. На страничке у Юлии можно посмотреть в фейсбуке анонс. Как раз у неё тоже русские романсы. У нас 18 июля в Англиканской церкви, а у неё 19 июля. Юля прекрасная певица, сопрано, латвийского оперного театра. Да, и что у нас ещё будет в программе, в культурной программе этой недели? 22 июля выступает очень, наверное, один из самых значимых концертов. Это трио Асокиных в концертном зале «Дзинтере» в рамках концерта открытия Юрмальского фестиваля. Сергей Асокин, его двое сыновей, Андрей и Георгий. В программе очень необычно. Это болеро Марис Равелли в версии Сергея Асокина для трёх фортепиано. Затем будет «Лунная соната» Людвига Ивана Битковина. Потрясающее произведение. Не знаю, в чьём исполнении, кто из них будет играть. Также будет произведение Фредерика Шопена и ещё Александр Скрябин и на закуску меланхолический вальс Эмилия Дарзеня. Такая вот программа 22 июля в «Дзинтере». На самом деле, раньше не хватало передач, чтобы осветить все мероприятия в Риге. И в то же время иногда жаловалась, что, ах, как мало мероприятий, если посмотреть, сколько концертов в Москве. Но и сейчас уже радуешься, что потихонечку жизнь восстанавливается. Конечно, многие ещё боятся выходить, боятся идти на концерты классической музыки. Вирус парализовал общество. То есть при этом почему-то люди не боятся идти в магазин, не боятся ехать в общественном транспорте. Но, наверное, это ещё какая-то инерция пойти на концерт классической музыки. Тем не менее, я призываю вас ходить, потому что музыка целебна. Музыка даёт новые мысли, даёт новые идеи. У меня, когда я несколько часов играю на органе, спустя часа три всегда начинают приходить какие-то новые идеи, новые проекты. И какие-то неразрешённые ситуации, опять-таки, находишь им решение. То есть это всё происходит, эта музыка – это какой-то космос. Вот у вас бывало такое, Анастасия, что, например, даже на душе очень тяжело, попели, проиграли, душа очистилась? Да, да, конечно. Вот последний такой музыкальный катарсис был, когда я пела Сузуки в постановке Менгелы, знаменитого покойного ныне режиссёра. Это удивительно вообще Пучини, его оперы, его драматургия – это просто что-то сумасшедшее. Для меня вот из русских композиторов такие же чувства вызывает музыка Петра Ильича Яковского. И моя любимая опера, самая такая, может быть, популярная, но тем не менее, Евгений Онегин. Я сейчас начала работать над партией Татьяны. Это, конечно, просто мурашки каждую минуту. Ну вот, а вы ещё спрашивали, почему только Евгения Онегина ставят? Ну вот, поэтому и ставят. Действительно, это знаменитая вещь. Это очень сложно, когда убираешь репертуар, играть одно и не играть другое, потому что написано столько музыки, что за всю жизнь даже невозможно просто спеть, сыграть, невозможно даже переслушать. Просто взять и постоянно слушать, слушать, а какое количество имён, композиторов, которые остались… То есть всё-таки Римский Корсаков, он исполняется. А вот те имена, которые прозвучат во второй части нашей программы 18 июля, эти имена совершенно неизвестны, можно сказать, забыты. Но тем не менее, они исполняются. Их романсы стали народными. Но это по одной, по одному произведению, по одной песне, по одному романсу. То есть Харита, Хризантемы, Шереметьев, Я вас любил. Но тем не менее, они остались в веках благодаря этим своим шедеврам. Но если вы откроете музыкальную энциклопедию и посмотрите, какое количество композиторов, которые вообще не исполняются. Например, тот же русский композитор Лепунов написал прекрасную прелюдию Пастараль для органа, а потом я выяснила, что у него огромное количество произведений для фортепиано. Или немецкий композитор Йозеф Райнбергер с огромным количеством произведений для всех инструментов, а для органа восемь сонат, и, например, концерт для органа с оркестром. И вот именно органисты потихонечку выводят это имя из забытья. Или Оскар Верман, опять-таки органный композитор. И история, она неумолима. То есть, конечно, при жизни композиторы могут быть обласканные, известные, а потом канут в лето. И то же самое наоборот, как они при жизни... С художниками, например. То же самое с художниками. При жизни они могут быть неизвестны, а затем... Миллионы долларов. Расцветают. Многу слонов. Да. Действительно, очень интересно. И я вас приглашаю и призываю ходить на концерты классической музыки. На этой неделе много самых интересных, ярких событий. И в том числе концерт Анастасии Лебедянцевой, сопрано, солистки Литовского оперного театра Анастасии Лебедянцевой. И исполнять она будет русские романсы. Глинка, Гурилёв, Римский Корсаков, Чайковский, Рахманинов. Это первая часть, академическая, можно так сказать, программа. А вторая часть... Мы ещё забыли, кстати, один из... Про кого? Про Петрова. А! Один из моих любимых романсов. Напоследок я скажу. Из знаменитого, любимого всеми фильма «Жестокий романс», где потрясающая Лариса Гузеева главную роль сыграла. Да, по пьесе «Островская восприданница». И это произведение будет венчать наш концерт. Действительно, очень необычная программа, интересная. Приходите. Это 18 июля в Англиканской церкви. И, в принципе, ходите на концерты классической музыки. С вами была я, Елена Привалова. И у нас в гостях Анастасия Лебедянцева. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Лебедянцева.